Сейчас становится абсолютно реальным и, казалось бы, футуристичные направления. Можно не просто их наблюдать где-то со стороны, сегодня можно в них инвестировать, сегодня можно в них участвовать и сегодня можно стать частичкой этого действительно глобального и грандиозного инфраструктурного проекта под названием Skyway. То есть, если говорить про то, что, дорогие друзья, было в 2014 году, то не было ничего, не было никакого демонстрационного тестового участка, не было строительства, не было никакого исполнения один к одному. Сейчас на видео многие с предыдущей виртуальной презентации посмотрели и убедились, насколько действительно мощная инженерная мысль Анатолия Эдуардовича Юницкого и насколько реальной сейчас представляется технология Skyway более, чем реальная к реализации. И знаете, когда я все эти этапы видел вживую, то есть видел в деревянном исполнении Unibus, сейчас он уже в масштабе один к одному в реальном промышленном исполнении. И многое то, что сейчас было показано на видео, это было показано, потому что наверняка это уже запатентовано, то есть нет риска утечки интеллектуальной собственности, действительно секретной информации. И то, что было под полотном, то, что было скрыто, действительно сейчас засекречено и сердце и душа радуются, дорогие друзья, когда уже начинает нам делать такую затравочку, что даже высокоскоростной транспорт уже формируется в качестве промышленных образцов, начинает строительство. И, соответственно, это является железобетонным аргументом и доказательством, что наш проект развивается, то есть для тех, кто в Перископе, я всегда показываю календарик, что это будет за технология, каким образом действительно этот проект может реализоваться. И сейчас с Сергеем Анатольевичем мы максимально стараемся популяризировать данный проект через Перископ, то есть подключаем специальные методы продвижения и так далее. И действительно иногда и тысячи человек присутствуют на трансляции в Перископе. Все направлено на популяризацию проекта. На сегодняшний день, буквально завтра, начнется серьезная такая эпопея, пиар-эпопея по фестивалю BoomFest. И мы уже доросли до того, что являемся спонсорами с Dynamite FM, если не ошибаюсь. То есть радио достаточно популярное. И мы являемся спонсорами не на каких-то для нас непривлекательных условиях, а на таких тепличных условиях, я бы сказал. И тот, кто проживает недалеко от Сочи, от Розы Хутор, мы приглашаем вас пообщаться, посмотреть действительно презентацию с первых уст, из первых рук, как говорится. И я Сергею Анатольевичу дал просьбу, чтобы, когда действительно тысячи молодежи услышат о проекте Skyway, услышат о юнибайке, задать вопрос. И, собственно, кто желает видеть развитие этого транспорта? Кто желает, чтобы юнибайки появились и хотели бы вы побладать юнибайком? И я думаю, что преобладающее количество аудитории ответит «да». То есть будут возгласы, и это обязательно мы постараемся заснять, если такая ситуация будет. В недавнем времени Кирилл Шимко установил мировой рекорд, и как раз с подачи Кирилла Шимко организовывается данный фестиваль в Сочи, Розы Хутор. Он организовывается с помощью поддержки Skyway Capital, то есть это инвестиционный фонд, краудинвестинговая площадка, которую я представляю. Не доросли еще до инвестиционного фонда, если честно, но обязательно дорастем уже серьезными схемами, серьезными взрослыми финансовыми схемами, понятные крупнейшим финансовым венчурным фондам. И это время настанет, дорогие друзья, также. И что хотел бы сказать вам по поводу Unibike. То есть мы с Сергеем Анатольевичем, как никто другие, знакомы с этой технологией. И для зрителей Перископа, к сожалению, Unibike календарика у меня нет, но я покажу городской пассажирский транспорт. А для тех, кто присутствует на вебинаре, я обязательно покажу, как он выглядел в виде визуализации. И, собственно, Unibike концепция сама появилась чуть более 6 месяцев назад. То есть это легкий прогулочный, спортивный, экскурсионный, абсолютно высокодинамичный транспорт, который будет перемещаться на втором уровне. И те люди, кто сейчас смотрит мой Перископ, так как одновременно мы ведем трансляцию, презентацию также в Перископе, подписывайтесь на канал, следите за событиями. Смотрите наши презентации по всему миру. То есть на этих выходных я буду давать презентацию для Европейского агентства бизнес-проектов в Германии. Там обязательно постараюсь включиться с Перископа. То есть мы будем представлять крайние новости и бизнес-возможности инвестиций в проект. И, собственно, планировали отказываться, потому что я в Сочи тоже должен был поехать. Но буквально попросили наши партнеры с Германией, чтобы мы приехали. Потому что много людей планируют именно услышать о технологии Skyway. И что-то мне подсказывает, что в этом агентстве возможно случится так, что основной упор будет сделан на проект Skyway. И это действительно говорит о том, что фраза «дорогу осилит идущий» она не просто реальна для нас. Мы доказываем, что реально при минимальном финансировании развить ту технологию и создать ту научную, техническую, прогрессивную концепцию в железе, в промышленных образцах, которая создается на сотни миллионов долларов обычно и, собственно, создается годами. То есть у нас и сроки сжатые, и финансирование достаточно ограниченное. То есть я показываю снова в перископе календарик, как будет выглядеть высокоскоростной подвижной состав. И, дорогие друзья, собственно, сейчас мы вынуждены с Сергеем Анатольевичем ввести одновременно трансляции и в перископе, и на вебинаре. То есть в перископе сейчас у нас 150 человек, в вебинаре у нас 190 человек. Сейчас, кстати, на виртуальной презентации больше людей и, собственно, бывает по-разному. И многие люди проявляют интерес на сегодняшний день к тому, как будет выглядеть будущее с помощью технологии Skyway. Сегодня я обязательно вам расскажу и про продвижение с проектом Челябинским. Общались с одним из руководителей службы адресных проектов сегодня, именно по Челябинскому проекту. То есть вообще концепция юнибайков началась с уральского предложения. Одного из заказчиков, потенциальных заказчиков проекта не пошел, но родилась сама концепция. И буквально за две недели Анатолий Эдуардович Юницкий начертил все это в виде технической предварительной документации. И через, опять же, несколько недель появилась та визуализация, которую вы видите сейчас у себя перед экранами. И я могу сказать, что на самом деле только от этого направления, по оценкам лично нашим Сергеем Анатольевичем, будет капитализация больше, чем у корпорации Apple. То есть капитализация на сегодняшний день у корпорации Apple более 950 миллиардов долларов. За счет чего произошла эта капитализация? За счет того, что Apple создали продукт, который необходим миллионам гражданам. И я могу сказать, что Unibike также необходим миллионам гражданам и будут пользоваться Unibike абсолютно так же миллионы людей, как сегодня пользуются смартфонами, с которого я и веду сейчас трансляцию в Перископ. И, собственно, если сейчас мы живем в эпоху пятого технологического уклада, в эпоху интернет, телекоммуникаций и так далее и тому подобное, то далее мы перейдем из социальных сетей и из виртуальной реальности уже в реальность и перейдем в сеть Transnet. У нас у каждого будет свой мобильный транспортный аккаунт, который позволит нам перемещаться из точки А в точку Б на подобном высокоскоростном транспорте. Буквально со скоростями, что касается Unibike до 120 км в час. Что касается высокоскоростного транспорта, который уже начал так же производиться, планируется, все как планируется, так и будет. То есть в 2017 году, скорее всего, это все будет продемонстрировано. И, соответственно, концепция мобильного транспортного аккаунта будет заключаться в том, что как сегодня вы сможете залогиниться в вашей социальной сети, так и вы можете просто сесть босиком, либо в тапочках, либо в носках в данный подвижной состав Unibike и переместиться. К примеру, если я нахожусь в Челябинске на сегодняшний момент и завтра мне нужно быть в Москве, я спокойно ложусь спать, либо смотрю фильм и автоматизировано перемещается. Соответственно, данный подвижной состав доставляет меня абсолютно комфортно, быстро и, в первую очередь, безопасно до пункта назначения. Без каких-либо необходимостей ожидания транспорта на автобусных остановках, без каких-либо необходимостей ожидания моего следующего рейса в аэропорту, на вокзале и так далее и тому подобное. И я могу сказать, дорогие друзья, что это сегодняшняя реальность, которая захлестнет весь мир буквально в ближайшем будущем. И об этом будет говорить Сергей Анатольевич на конференции в Розе Хутор. И, собственно, этим транспортом будут пользоваться, как мы позиционируем, миллионы людей. А это всего лишь одно направление холдинга. Это легкое прогулочное, спортивное, экскурсионное направление. И я могу сказать, дорогие друзья, что сегодня я испытываю потребность в концепции мгновенного перемещения. То есть приведу вам простой пример, каким образом начинается у многих бизнесменов, предпринимателей день, ну и в том числе у меня. Все начинается с каких-либо занятий, как прочтение книжки, либо принятие холодного душа. Далее спортзал. И, соответственно, до 8 часов мы должны это все успеть. Далее, естественно, позавтракать. Все это на ходу, все это на бегутах, скажем. Сегодня также я общался одновременно с Сергеем Анатольевичем. Мы решали рабочие вопросы и насколько заменил бы Unibike всю эту концепцию мгновенного перемещения. И я смог бы буквально в своем мобильном транспортном аккаунте выполнить все эти действия. И без отрыва от реальности, совмещая многие действия в одном флаконе, соответственно, я решил бы свои задачи и комфортно начал бы свой рабочий день. Что же происходит на сегодняшний момент? Многие в гонке, в вечной гонке, действительно, как крысиные бега, кто имеет личный транспорт, идет на стоянку. И также это относится ко мне. Я иду на подземную стоянку. Мне нужно потратить 7 минут примерно, 8 минут, чтобы выйти с квартиры, сесть в транспорт. Что касается, собственно, моего прошлого, мне необходимо было ожидать своего транспорта, маршрутки и благо, если погода теплая. Что касается систем кондиционирования, дорогие друзья, здесь будет предусмотрена абсолютная система кондиционирования. И, собственно, нерешаемых эргономичных вопросов не будет никаких. Более того, мы предполагаем, что в будущем концепция юнибайков будет иметь модульную конструкцию. То есть, если вам захочется заменить планшет, либо заменить какое-то устройство, которое находится внутри юнибайка, и которое необходимо вам жить на что-то иное, вам не нужно будет покупать новый транспортный аккаунт, заводить и приобретать новый юнибайк, и, соответственно, вы сможете заменить только части. На сегодняшний день также концепция современного строительства подходит к тому, что уже задумываются о конструкции модульных домов, потому что значительно проще, ввиду того, что не сносить все здание, не производить капитальный ремонт, заменить лишь часть. И что касается, допустим, традиционных автомобилей, мы не можем заменить наскучивший нам интерьер, часть интерьера. И, соответственно, если нам что-то наскучилось и что-то хочется нам заменить, нам придется заменить весь автомобиль. Давайте пообщаемся, дорогие друзья, немножко на тему того, в какой логике на сегодняшний день развивается современная транспортная индустрия. Это робомобили, это автономный транспорт существующего века, и в недавнем времени произошла очень серьезная авария, дорогие друзья. При испытаниях беспилотного автомобиля Tesla произошла авария со смертельным исходом. То есть при повороте налево автомобиль, робомобиль, несмотря на то, что уже сотни тысяч километров были успешно пройдены, не заметил проходящую фуру и получился летальный исход. Но, несмотря на это, по агентству США, которое отвечает за транспортное развитие, не взирая на это, говорит о том, что мы все равно будем заниматься развитием робомобилей, и, соответственно, не откажемся, вот регулятор США говорит, не откажемся от аварии, от технологии всего лишь из-за одной аварии. То есть я могу привести такой простой пример, дорогие друзья. Я вот сейчас задумываюсь, такая вот дилемма есть, очень люблю гаджеты и футурологию, но задумываюсь, приобретать или нет, вместо традиционного пылесоса, именно для экономии времени, пылесос-робот. То есть я прекрасно знаю, что есть проблема, то, что задеваются углы, то есть не максимальная безопасность для мебели, которая находится в моем жилье, и не максимальная безопасность, соответственно, для косяков и так далее. То есть я задумываюсь над этой проблемой, а регулятор США не задумывается над проблемой многочисленных потенциальных летальных исходов, аварий, и еще очень много придется преодолеть робомобилям первого уровня, чтобы стать максимально автономными и, соответственно, максимально безопасно перемещать человека. Более того, Илон Маск говорит о том, что на сегодняшний момент он не может убрать приставку бета со своего робомобиля, то есть это автономный автомобиль на беспилотном управлении, и необходимо также держать руль, все же, а зачем вообще тогда беспилотник нужен, и контролировать должен движение человек, то есть зачем тогда эта технология. Но самое интересное, что все движется, все движется в логике транспорта именно первого уровня. Никто на сегодняшний день, ни одна мировая корпорация, дорогие друзья, не переходит в логику транспорта второго уровня. И это не воздушное метро, это, соответственно, не монорельс, это совершенно инновационный транспорт второго уровня, который будет располагаться на высоте 5, 10, 15 и выше метров над землей, может располагаться на высоте небоскреба, если есть такая потребность, и перемещать с максимальной продолжительностью перемещения между станциями, то есть комфортная продолжительность перемещения в современном городе должна достигать примерно 5-7 минут между станциями. Что мы сейчас видим, чтобы доехать, допустим, из спального района в центр города, нам необходимо в Челябинске, мы затрачиваем даже на автомобиле 20-30 минут. Если говорить про общественный транспорт, то это, соответственно, 30-40 минут. И на сегодняшний день как раз-таки есть решение, и это наша технология Skyway. Дорогие друзья, если говорить про ту проблему, которая нависла на сегодняшний день, и действительно стоит острой задачей, которую нужно решать как глобальное потепление и как многое другое, это проблема, недостатка электроэнергии уже в относительно ближайшем будущем. То есть в 2040 году прогнозируют недостаток электроэнергии, и как раз-таки это все сформируют те самые робомобили. На минуточку, 1 миллиард юнибайков, 1 миллиард, думайте, вот этих устройств, которые представлены на слайде, смогут заменить 45 чернобыльских АЭС. 45 чернобыльских АЭС. То есть фактически это потенциал больше, чем современная атомная энергетика. И многие города мира на сегодняшний день, дорогие друзья, задумываются о том, чтобы перейти на альтернативные источники энергии. Эти города совершенно различных стран, различного размера, различного количества населения. То есть много находится в США. Это Аспин, это Гринсберг, это Берлингтон, это Вильпольдстрит, это, естественно, Копенгаген, что касается Дании. И там может появиться достаточно интересный проект. Наши партнеры на сегодняшний день развивают этот проект. Также Ванкувер, Канада. Вот что касается Ванкувера, Канады, то система транспорта в Ванкувере планирует стать полностью экологичной не позднее 2050 года. А как вы думаете, какая транспортная система будет использоваться, соответственно, в Ванкувере уже непосредственно еще до 2050 года? Естественно, это будет технология Skyway, потому что всего две компании на сегодняшний день, я могу сказать, развивают транспорт второго уровня. Это Hyperloop, технология Hyperloop перемещения в вакуумной трубе с сверхвысокими скоростями 1000-1200 км в час. И компания Skyway. Соответственно, компания Skyway продемонстрирует технологию уже этой осенью. Hyperloop позиционирует, что они не факт, что продемонстрируют технологию в течение трех лет. И на сегодняшний день это выглядит таким фарсом и феноменом американской мечты, когда маркетингово все осваивается, средства привлекаются. Я могу привести такой стартап, пример, Элизабет Холмс, как проект Tiranos, когда был привлечен 1 миллиард долларов, но никто не видел технологию, никто не видел промышленный образец, это сбор анализов с помощью одной капли крови, но все же был привлечен 1 миллиард долларов. И после этого нас сравнивают с мошенниками, нас сравнивают с каким-то лохотроном. Сегодня вот где-то 2-3 лидера, которые наблюдают за моей деятельностью в интернете, написали и спросили, а какие перспективы вообще у технологии Skyway и проекта Skyway в ближайшие годы, к примеру, 5 лет. Я ему ответил очень просто, что мы планируем как минимум занять все проекты, которые на сегодняшний день невозможны к освоению, с помощью современной транспортной инфраструктуры, с помощью современного транспорта. И далее, так как это будет максимально популяризироваться, максимально население начнет и станет желать этот транспорт, соответственно, будем проникать, причем бесконфликтно и без каких-либо маркетинговых войн, уже на подготовленной почве, на те территории, где сейчас орудует, так скажем, современный транспорт. И это, дорогие друзья, действительно мотивирует многих присоединяться на сегодняшний день к проекту. И те железобетонные аргументы в виде строительства, те многочисленные факты, что нас пригласили на выставку и на транс, что человек, который устанавливает рекорды, книги рекордов Гиннеса, тяжеловес и просто замечательный, хороший, честный, открытый человек Кирилл Шимко поддерживает нас, что Рот Хук, бывший директор транспортного департамента Южной Австралии поддерживает нас, что на сегодняшний день инжиниринговой компанией, осуществляющей полное техническое сопровождение, стала компания Powericon. Она, извините, занимается сейчас проектированием таких крупных проектов, как Южноавстралийский институт здравоохранения, как небоскреб Бурж-Халифа в прошлом в Дубае, и сейчас проектированием еще более высокого небоскреба занимается. И как вы думаете, почему, к примеру, Дубаи перешли на снова вложение инвестиций? У них есть такие вот мифические, футуристические проекты, но я думаю, что они достигнут своей цели, как создание инновационной горы, которая позволит им изменять климат и вызывать дожди, но все же сейчас инвестируют в подобные девелоперские проекты, как небоскреб, который еще выше, чем Бурж-Халифа. Соответственно, в этом у нас концепция также схожа. Мы развиваемся в современном мировом тренде. И на сегодняшний день я могу сказать, что отряда администрации и чиновников был получен запрос, в том числе из Челябинской области, что необходимо выстраивать транспортно-логистический узел, станции, совмещенные с торговыми развлекательными комплексами, совмещенными с барами, клубами, то есть всей инфраструктурой торговой, развлекательной, которая на сегодняшний день необходима населению современных мегаполисов. И я могу сказать, что на сегодняшний день мы продолжаем развитие проекта «Поехали». Благодарность огромная тем людям, кто родили идею. И, соответственно, произошло донесение информации вовремя Анатолию Эдуардовичу Юницкому. И сейчас мы готовы продемонстрировать уже осенью юнибайк на выставке и на транс. И, собственно, в Челябинской области зародилось вот это вот семя именно в виде адресного применения. Но сейчас в недавнем времени, вот буквально несколько недель назад, вернулись к рассмотрению технологий Skyway, потенциальных адресных проектов. Но это будет уже непосредственно комплексная стратегия транспортного освоения Челябинской области. То есть, соответственно, будет представлена определенная связка. По результатам я обязательно отчитаюсь. Мы сегодня общались с руководителем адресной службы проектов ЗАО «Струнные технологии». И самое интересное, что на сегодняшний день не мы уже презентуем, а происходит конкретный запрос с Министерства транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области. И, собственно, мы в поисках, так скажем, в поисках своего рода хука в Челябинской области. Аркадий Бирюков тоже с другой стороны, с стороны Екатеринбурга, прозвивает проекты, общается и с губернатором. И многие люди по всему миру сейчас занимаются продвижением адресных проектов. Ну и я не говорю уже про те адресные проекты, которые в закрытой форме сейчас развиваются отделом адресных проектов непосредственно на базе ЗАО «Струнные технологии». То есть, это и будет ответом на вопрос, дорогие друзья, откуда возьмутся дивиденды, а какая будет капитализация и, собственно, когда я начну получать первую прибыль. Точных сроков вам никто не назовет, но на сегодняшний день уже более 80 тысяч инвестируют в проект Skyway. И, собственно, это позволяет осуществлять производственное планирование и создавать ту технологию, которая будет применяться примерно так же, как на сегодняшний день применяется железнодорожный транспорт. Что же касается стратегии развития, экономического развития нашей любимой страны, Российской Федерации, то я могу вам привести простой пример, дорогие друзья. Простой, как 2 рубля, и эта технология достаточно стара, неинновационна, неповоротлива, я бы сказал. Сейчас вы увидите, и специально мы подобрали такую картинку, в инфраструктурном проекте примерно на 200-220 миллиардов долларов собирается сделать вот такое инженерное сооружение под названием Дирижабль. То есть, как это выглядит, на что это похоже, пускай догадается каждый сам, но, собственно, вызывает различные ассоциации и, на самом деле, очень схожи с тем, что на сегодняшний день развивается чиновниками Российской Федерации. То есть, это Дирижабли, которые призваны решить задачу проекта Единой Евразии. То есть, это система логистических коридоров, которые будут соединять Трансси, БАМ и Северный морской путь. Проект оценивается стоимостью 220-240 миллиардов долларов. И, собственно, основным аргументом является то, что преимущество Дирижабля перед железной дорогой заключается в большей грузоподъемности. Якобы до 600 тонн против 60 тонн вагона сможет перевозить Дирижабль. На самом деле, эта идея, дорогие друзья, стара как мир. Когда-то в Бокчарском железорудном месторождении, когда я аналитику производил, по данному потенциальному адресному проекту, могу сказать, что раньше планировали перевозить железную руду даже с помощью самолетов. Но представьте, насколько это неэффективная транспортировка и насколько быстро отказались от этой идеи. На сегодняшний день нужно представить что-то, и я искренне надеюсь, что концепция и стратегия развития с помощью струнного транспорта, с помощью технологии Skyway, все-таки дойдет до победного в Российской Федерации. И мы найдем пророка в своем отечестве. И, соответственно, действительно решим проблему транспортно-логистических развязок, перегрузок, современных маршрутов. И, соответственно, увеличим экономический потенциал с помощью освоения месторождений, с помощью рождения новейших инновационных проектов, как комплексное освоение уже территории. И всегда мы приводим пример для тех, кто переходит на расширенный технико-экономический вебинар, что если традиционная транспортная сфера, к примеру, только строит дорогу, только либо автомобильную дорогу, либо, соответственно, высокоскоростной транспорт, то наш транспорт уже решает не просто задачи транспортной инфраструктуры, создания транспортной инфраструктуры, но уже непосредственно восстановление экофона той территории, где будет происходить строительство. То есть на сегодняшний день несколько территорий европейских государств, действительно крупных европейских государств, если брать в общем зачеты, погребены под автомобильными дорогами. На сегодняшний день вы видите, насколько много средств расходуется, опять же, в Российской Федерации на ямочный ремонт. Это хороший бизнес. И на самом деле суть и концепция заключается в том, что в самом ближайшем будущем наиболее перспективным будет не ямочный ремонт и не получение окупаемости за счет применения платных дорог, а по логике Скайпа, то есть каким образом сегодня развивается Скайп. Мы пользуемся Скайпом, мы пользуемся мессенджерами и, соответственно, за счет дополнительных услуг компания получает прибыль. Это компания ранее Скайп, ее выкупила Microsoft и также компанию WhatsApp. Это крупнейший мессенджер, выкупила также крупная компания, то есть это та сфера, которая сегодня максимально прибыльна. Если оценивать потенциал, который заключается в технологии Скайвэя, в транспорте второго уровня, то я могу сказать, дорогие друзья, что наше любимое научно-исследовательское консалтинговое агентство мирового значения, McKinsey предположили, что экономический эффект от применения интернет-вещей, а что такое интернет-вещи, то есть это все смартфоны, это все наши микроволновки, говорящие уже с нами, это посудомоечные машины, это кофеварки и так далее. То есть сейчас все связано через виртуальную сеть и потенциал интернет-вещей оценивается в ближайшие 5 лет в более чем 30 триллионов долларов. Соответственно, потенциал, если оценивать от применения технологии Скайвэя, от создания сети Транснет, это уже не просто виртуальная сеть, это одновременно и виртуальная сеть, и уже с реальным применением в транспортной сфере, это информационная сеть, это даже финансовая сеть и это, естественно, социальная сеть. Кстати, руководитель IT-отдела головной компании уже на сегодняшний день задумывается, чтобы наша инвестпроводящая система, чтобы наша краудинвестинговая площадка глобальная такая, также обладала возможностями и выполняла задачи именно социальной сети. Потому что посмотрите, кто на сегодняшний день формирует максимальную капитализацию в области виртуальной реальности, кто на сегодняшний день занимается исследованием в области искусственного интеллекта, это Facebook, это Google и, собственно, подобные корпорации намерены развивать не только IT-сферу, но и сейчас они задумываются о робомобилях, но все это неправильная логика, на наш взгляд, дорогие друзья. Это логика не каменного века, но это логика прошлого века, это транспорт первого уровня. В будущем все будет переходить именно на транспорт второго уровня. То есть это то, что мы увидим уже в этом году. И я искренне надеюсь, что от концепции дирижаблей мы перейдем в Российской Федерации все-таки к концепции транспорта второго уровня. То есть это наиболее перспективное. И если 600 тонн может перевести дирижабль, хорошо, 200 миллионов тонн в год, то есть фактически сравнимо с потенциалом Транссибирской магистрали, даже больше, сможет перевозить наш грузовой подвижной состав. И параллельное строительство грузового направления уже ведется в Мариной Горке, в Минской области. И, собственно, мы создаем будущее на глазах. Почему я говорю мы, дорогие друзья? Потому что сегодня это все возможно благодаря народному финансированию, благодаря тому, что большое количество людей верит, как и все мы с вами, кто присутствует на сегодняшний день и на презентации в Перископе, и присоединяется, регистрируется в проекте Skyway на инвестпроводящей площадке Skyway Capital. И те люди, которые просто наблюдают за проектом, но так или иначе зарегистрировались, получили минимальный пакет обязательств, так скажем, просто так, за их усилия, за их интерес, и это также не будет бесконечно. Мы сегодня двигаем этот проект. Но уже готовятся, и осенью мы планируем увидеть первые шаги наших крупнейших партнеров финансовых, которые будут перенимать эстафету. И, собственно, я прослеживаю всегда и рассказываю тем людям, которые только присоединяются к проекту, что в 2014 году, соответственно, началось развитие на русскоговорящей территории. Но в 2015 и 2016 году мы уже видим активно развитие не просто на русскоговорящей территории, а фактически участвуют более 78 стран. Более 78 стран. Даже есть инвесторы и участники из Конго. Где-то 3-4 инвестора. И, собственно, это не мудрено, потому что мировой экономический кризис не обойдет стороной никого. И на сегодняшний день, опять же, исследование McKinsey, более 40 триллионов долларов необходимо в ближайшие 5 лет освоить, для того, чтобы не произошла мировая экономическая рецессия. То есть это самые неблагоприятные, нежелательные факторы и факт, чего боятся современные правители, современных государств, президенты, администрации. Это то, что на сегодняшний день преодолимо и достигается за счет капитализации, финансирования таких проектов, как TiraNOS. То есть, грубо говоря, под что-то нужно печатать, дорогие друзья. Так вот, лучше печатать и включать печатный станок действительно под реальные проекты или же под те проекты, которые являются пузырем, который когда-то лопнет и которые когда-то закончатся в буквальном смысле ничем. Естественно, те партнеры, которые на сегодняшний день нас поддерживают, это крупнейшие финансовые венчурные фонды, которые готовы и планируют инвестировать именно в те проекты по направлению технологии Skyway, которые будут максимально капитализировать. И по мнению гуру финансовой грамотности, который дает бесплатные вебинары, Виктора Тарасова, я могу сказать, что те проекты, которые дают всего лишь 2-3% годовых, это супер проекты, а представьте, если проект будет давать 20-30% годовых, представьте, если проект будет давать 50% годовых и окупаемость за полгода при стоимости 6 миллиардов долларов, соответственно, допустим, примерно таким цифрам можно приблизить проект Боливии, освоение месторождения железной руды, месторождения Мутун, которое можно добывать открытым способом. Ну, невозможно на сегодняшний день там построить транспортную инфраструктуру, потому что ливни, потому что джунгли и потому что текущей транспортной сферой невозможно решить эту задачу и эту проблему. И это говорит о том, что действительно технология Skyway абсолютно применима и логична в ближайшем развитии не в плане футурологии, а в плане самого что ни на есть ближайшего экономического развития современных государств. И то, что мы говорим с Сергеем Анатольевичем, то, что Сергей Анатольевич говорил непосредственно в своем репортаже по футурологии, то есть я могу уже также рассказать и приоткрыть завесу тайны, про что говорил Сергей Анатольевич про метамобиль, то есть эта концепция также планируется к развитию, естественно, это будет не четвертое поколение, потому что на сегодняшний день нам необходимо продемонстрировать юнибайки, нам необходимо продемонстрировать юнибусы, чтобы весь мир увидел, что это реально, что это эффективно, что это безопасно и что это не так дорого, как современные транспортные средства. Извините, 0,35 литров на 100 километров, но таких цифр, я многие цифры, 1,5 литра на 100 километров ожидал услышать, но не 0,35 литров на 100 километров расходования, если переводить на углеводороды в нашем с вами юнибайке. И я настолько ожидаю вообще выставки и на транс, что могу сказать, дорогие друзья, реально я, когда вот увижу юнибайк живую, приду и с Сергеем Анатольевичем мы договорились, что мы придем и обнимем просто этот юнибайк, потому что это долгожданное детище Skyway, которое знаменует приход и начало первых шагов шестого технологического уклада. И пятый технологический уклад, как я уже говорил, подходит к своему пику. То есть закон Мура уже через пять лет собирается отменять. Это каждые два года увеличение количества транзисторов на интегральной микросхеме. То есть сейчас будут увеличивать плотность и в ширину количества транзисторов не будут увеличиваться. Мощности современных компьютеров, современных даже квантовые компьютеры сейчас производят, создают, также подходят к своему пику. И стоит задумываться, чтобы уже из виртуальной реальности начать переходить в реальность и задумываться об реальных экономических проблемах и реальных транспортных проблемах. Потому что вспомните, насколько серьезно изменился мир и концепция бизнеса, концепция товарных, денежных отношений с приходом железной дороги. Мир с приходом Skyway изменится еще больше и еще более глобально. И, собственно, мы подразумеваем даже, я вам приведу пример сейчас, статью, вот наш партнер активный, кто следит за такими вот футуристическими веяниями, Назым Суфы представил статью, и я вам задам вопрос, на чем вы захотите передвигаться больше. То есть на юнибайках, либо на так называемых обводах. То есть сейчас, чуть попозже, я обязательно включу фотографию обводов. То есть вот запомните концепцию, картинку юнибайков и как будут выглядеть обводы. То есть это реальный транспорт, который реально, опять же, планируют реализовать в качестве вначале концепта, а далее применение. Так вот, я могу сказать, что наши юнибайки, если поставить на колеса, если поставить на колесную базу, естественно, основываясь на платформе мотор-колес, естественно, основываясь на электроэнергетике, на аккумуляторах, будут намного более прогрессивными и аэродинамичными, чем подобные ободы. То есть это какие-то скафандры, это какие-то футуристичные и, знаете, похоже на первые концепции, когда еще отдел, я на тот момент являлся одним из руководителем, входил в директорский стаф инвестпроводящей системы Skyway Invest Group, и в виде первичной визуализации, абсолютно технически, инженерно, необоснованно, мы показывали первые концепты, планируемые юнибайков, чтобы что-то показывать нашим потенциальным заказчикам, тот, кто желает реализовывать эти проекты. И, знаете, вот это отличается просто как небо и земля. Я могу сказать, что юнибайки, даже с визуализацией, которая представлена сейчас у вас на экранах, кардинально отличается от того, что вы увидели на видео. То есть сам юнибайк представлен в форме рыбы. Для чего это сделано? Это сделано только по одной причине. И на самом деле есть специальное направление, которое заимствует от природы те моменты, тот же обвод корпуса самолета, тоже крыло, оно было заимствовано из природы. И, собственно, вот эта рыбообразная форма будет достигать скоростей, легко будет достигать скоростей до 120 км в час. Ну а, собственно, будущее поколение уже 4+. Я думаю, нас удивит концепцией тревел-каров, заменой современных семейных седанов. И, собственно, 5-е поколение уже ознаменует тем, что мы будем переходить не то, что даже на сверхзвуковые, на высокие скорости 500-600 км в час, но уже на гиперскорости, то есть это 1000-1200 км в час. И это, опять же, дорогие друзья, я могу сказать, что абсолютно не будет мешать логике современного авиатранспорта, потому что мы следим за этими трендами и максимально стараемся минимизировать конкурентную борьбу и риски. Я могу привести в пример такую статью, что планируется к созданию, правда, это не в ближайшие 5 лет, но все же планирует сделать снова попытки преодолеть скорость звука значительно и, более того, позволить самолетам летать в космос и преодолевать маршрут из Брюсселя в Сидней вместо 21 часа за 4,6 часов. То есть это те задачи, которые на сегодняшний день уже ставятся перед современной авиацией. Ну и, соответственно, представьте тот мир, когда будет многоуровневая транспортная система SkyWay, которую невозможно будет повторить конкурентам, как сегодня не могут повторить Apple, операционную систему iOS, ни Android, ни какие-либо китайские производители. И, собственно, это будет нашим иммунитетом от конкурентной борьбы, дорогие друзья. Как раз-таки 5-е поколение, если 4-е поколение как-то сможет быть повторено, ну и, естественно, в более таком убогом исполнении, с меньшей аэродинамикой, то 5-е поколение фактически будет уже невозможно к копированию. И как раз-таки тогда мы начнем очень серьезно занимать еще большую часть индустрии транспортного рынка и переходить уже не просто на те территории, которые на сегодняшний день невозможно освоить с помощью современного транспорта, но и задумываться о более серьезных связках, современных мегаполисах, о тех проектах, которые позиционируются сейчас к реализации до 2030 года. То есть это скандинавский проект, который через три города Осло, Копенгаген, Гетербург будет проходить и многие-многие другие проекты, Норвегия, то, что они сейчас планируют сделать стратегию перемещения под водой, под водой Skyway также сможет перемещаться, дорогие друзья, и нет нерешаемых задач, на самом деле транспортного применения перед технологией Skyway. Все зависит от воли заказчика, от креативности наших потенциальных клиентов и, собственно, уже удовлетворяются такие потребности. Это, опять же, направлено на дополнительное финансирование. Как вы видели в репортаже, когда приезжал Roadhook, был такой офисный подвижной мобильный транспортный модуль, похожий на механизм перемещения для инвалидов и так далее. И, собственно, это также ориентировано на максимальное увеличение финансирования. И по Анатолию Эдуардовичу Юницке также следует логике максимальной оптимизации расходов, максимального удешевления конструкции. И действительно, дорогие друзья, на сегодняшний день мы можем сказать, что мы все с вами делаем то, что никто никогда не делал. Ни сроки, не были такие реализации сверхинновационной технологии, ни средства, которые расходуются на создание промышленных образцов и испытания в движении технологии SkyWay, ни те ресурсы человеческие, то есть это чуть больше 200 инженеров, конструкторов, которые работают на базе научно-производственного конструкторского предприятия и делают то, на что требуется обычно тысячный персонал, на что требуются затраты миллиардные. И что касается производства Боингов, создания Боингов, то это вообще более 50 миллиардов было затрачено на создание первых концептов. И, собственно, многое другое, что мы неоднократно видели в истории как транспортной индустрии, так и перехода с одного технологического уклада на другой. Но то, что индустрия и технология будут капитализироваться нового технологического уклада еще больше, чем прежнего, пятого технологического уклада, у нас нет сомнений. Поэтому открыто сейчас мы проводим презентации, максимально популяризируем наш проект, чтобы все больше людей присоединились к проекту, заинтересовались технологией, потому что, как говорится, сейчас вы помогаете проекту, а в будущем проект обязательно поможет вам в виде уже активов реальной, существующей международной корпорации, которая сейчас только набирает обороты. И, как говорится, любой на сегодняшний день желающий, тот, кто действительно рвется к инициации адресного проекта и понимает, что это огромная ответственность, это проработка адресного проекта, это менеджмент адресного проекта, может стать под ним из топ-менеджеров, будущей управляющей компании. Сейчас этот рынок, дорогие друзья, только зарождается. И, как когда-то зарождался интернет, и, собственно, сейчас фактически в каждый дом можно проложить оптоволокно, на сегодняшний день мы формируем капитализацию той главной технологии, головной компании, корневой компании, но не потому, что мы пускаем куда-то корни, а потому, что мы финансируем основную компанию, которая будет входить во все адресные проекты по всему миру. И, дорогие друзья, те, кто присоединились к нам с вводного вебинара, со звуки Skyway, я могу сказать, что решение, естественно, сугубо каждого, как воспринять эту информацию. Но одно я могу сказать, что в любом случае мы уже будем демонстрировать технологию, в любом случае мы приступим к испытаниям грузового транспорта, уже в этом году началось строительство, и в любом случае, так и подозревая, мы дойдем до победного, но не конца, а развиваться технология Skyway будет постоянно, постепенно, ступенчато, как развивается сегодня Apple, и, естественно, он переходит к своему пику инноваций, и сегодня многие обвиняют Тима Кука, где те инновации, которые разрабатывал Стив Джобс. Но, дорогие друзья, сегодня у нас есть свой Стив Джобс, Марк Цукерберг, Билл Гейтс, и, собственно, промышленный дизайнер, инженер, конструктор, генеральный директор, и просто изобретатель, просто действительно отзывчивый человек, который желает изменить мир к лучшему в плане экологии, Анатолий Эдуардович Юницкий. Это Леонардо да Винчи нашего времени, и поэтому мы имеем на сегодняшний день, дорогие друзья, с вами возможность строить Skyway, спасать планету и давать дорогу в мир Транснету в будущей транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной, социальной и даже финансовой сфере. Почему финансовой? Потому что на сегодняшний день мы уже прорабатываем, различные площадки для наших будущих внутренних бирж. Они также могут в будущем основываться и на криптотехнологиях. Постоянно все самые современные тренды, я могу вам сказать, дорогие друзья, специалисты зао струнные технологии и также директора, члены совета правления всех инвестпроводящих систем следят, изучают и стараемся опережать на шаг впереди те возникающие стратегии, возможные у конкурентов, которые будут обязательно возникать, когда мы все покажем, все продемонстрируем и начнут желать повторять, копировать. Но мы уже на тот момент, дорогие друзья, будем на несколько шагов впереди и нас будет очень-очень сложно догнать. Вот на такой стадии, на стадии не котлованного строительства, но уже даже не декларации, а приближения к демонстрации, мы приглашаем вас, дорогие друзья, те, кто еще не инвестировал, не ознакомился с проектом и вообще даже, может быть, не знал о проекте, присоединиться, изучить, наблюдать, либо помогать проекту, потому что дорогу осилит доедущий. Строй SkyWay, спасай планету, будучи SkyWay, захран планету, Pidja SkyWay Match Megaboygood, это по-словацки и венгерски, и по-французски Construi SkyWay Sof La Planète. Ну и на этих выходных я буду давать презентацию бизнес-возможностей SkyWay и потенциального развития адресного проекта для Германии на следующей неделе. Это будет непосредственно уже Республика Киргизия. И Сергей Анатольевич сразу в Сочи, скорее всего, отправится в Новосибирск и в Красноярск для решения задачи для презентации администрации губернатору непосредственно по адресному проекту. Это те реалии, те будни, которые мы на сегодняшний день ощущаем, дорогие друзья. И я также хотел бы вам напомнить о предстоящем глобальном и серьезнейшем для нас событии выставки Инотранс. Сейчас между тем, как наш вебинар подойдет уже к своему логическому заключению, я сброшу ссылки на те видео, которые позволят вам легко разобраться, как приобрести билет, как попасть на конференцию Skyway уже в Берлине. Это будет достаточно такая глобальная, серьезная европейская конференция. До скорых встреч, дорогие друзья. Я надеюсь, что этот вебинар дал вам что-то новое. И я надеюсь искренне, что для тех людей, кто только присоединяется к проекту Skyway, мы дали видение и ощущение того будущего, которое будет обязательно, но не просто будет, а будет капитализироваться и капитализироваться вместе с нашими усилиями, которые в будущем приносить Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Совсем недавно Илон Маск и Марк Цукерберг рассказали о том, как они видят будущее мира через 10 лет. Мы решили не отставать от подобной тенденции. И сегодня у нас в гостях всем вам хорошо известный Сергей Анатольевич Сибиряков, российский экономист и политик, один из самых первых сподвижников и преданных делу людей. Сподвижников, естественно, Анатолия Эдуардовича Юницкого. Добрый день, Сергей Анатольевич. Во-первых, как вы оцениваете качество футуристических прогнозов Цукерберга и Маска? Я давно занимаюсь уже прогнозом и анализом, поэтому с точки зрения классической футурологии это нельзя назвать таким прогнозом. Это больше можно назвать анализом и перспективами развития тех технологий, которыми они занимаются. То есть это больше пиар собственных проектов? Пиар – это все-таки слово сейчас уже больше с таким неотрицательным. Это действительно просто описание возможности своей технологии. И Марк Цукерберг, он написал, кстати, вот очень могу привести такой пример, который действительно очень серьезно произвел впечатление о том, что то, что делает Марк очень серьезно. Вот Виктор Бабурин недавно был в Танзании, и что он интересно заметил, что даже если у человека отключен интернет, он не платит, то Facebook все равно работает. То есть это бесплатный интернет, через Facebook все равно поставляется, можно писать, получать. И фактически сейчас Марк Цукерберг поставил, он недавно дал 10 направлений своей компании работы, то есть его задача – это, чтобы интернет был у каждого бесплатный, доступный в любой точке мира. И, соответственно, исходя из этого, он описывает, как будет выглядеть жизнь человека, когда будет везде бесплатный Wi-Fi, бесплатный интернет, и какие возможности это будет представлять. С точки зрения футурологии это уже сегодня неинтересно. По-моему, сегодня никому не возникает сомнений, что если за последние 25 лет, с тех пор, как мы услышали слово интернет, компьютер, Фейсбук, Майкрософт, Стив Джобс и так далее, и так далее, как это бурно развивается, и сегодня уже нет сомнений, что это будет дальше развиваться такими же быстрыми темпами, и будет еще больше возможностей. То есть это просто перспективы развития технологии, это не футурология. Хорошо, ну вы, как известный футуролог, все-таки, может быть, расскажете нам, какие изменения произойдут в области транспортной инфраструктуры. Как известно, на протяжении последних десятилетий практически все страны мира инвестировали недостаточно в инфраструктурные проекты, которые обладают такими интересными характеристиками, как создание краткосрочной перспективы дополнительных рабочих мест, а в долгосрочное повышение производительности. И согласно исследованиям института McKinsey Global Institute, для того, чтобы хотя бы соответствовать планируемым показателям роста мировой экономики, всему миру необходимо увеличить ежегодные инвестиции в эту сферу с 2,5 триллионов до 3,3 десятых. Очевидно, что у нашего проекта блестящие перспективы. И каким вы видите через 10-15 лет мир со Skyway? Ну, институт McKinsey, мы с ним очень плотно, во всяком случае, следим за его работами. И первый раз, когда он выпустил очень такой серьезный доклад в 2012 году, мы тогда первый раз увидели, то есть это анализировали с Анатольевичем Юницким, с Виктором Бабуриным, тогда первый раз увидели, что то, что мы делаем, реально ложится в очень серьезную аналитику. И McKinsey тогда представили очень серьезные данные по развитию, по тому, какие месторождения будут развиваться, какие территории будут развиваться, какие технологии для этого нужны. И мы тогда увидели, что то, что мы делаем, это абсолютно ложится в такую мировую аналитику. Поэтому мы с тех пор их стали очень серьезно уважать, мы с ними общаемся, переписываемся, даже участвуем сейчас в ряде проектов, где они уже выступают экспертами. Это вот было первое начало. Сегодня, в 2016 году, они сделали следующий доклад. И я могу сказать, что, наверное, равной аналитики в мире сегодня нет. И опять мы сегодня видим, и что самое главное мы сейчас увидели в этом докладе, это то, что они уже в цифрах описали то, что мы делаем. То есть реально они сегодня уже сделали финансовое очертание того, что ожидает Skyway и что сегодня будет в будущем за трансметом. И это десятки, сотни, триллионов долларов. И они как раз показали, какие территории будут развиваться, куда будет инвестироваться, почему это сегодня востребовано. Они не дают ссылку на технологию Skyway, они просто говорят, что сегодня будут вот такие требования к технологиям, вот такие требования к компаниям и определенные требования к развитию.